Дома и стены помогают. Первая встреча со стартом в Таншаево закончилась для нашей команды поражением. 27 марта Хэка Саров принял их на своем льду. Первый период выдался напряженным и закончился ничьей со счетом 1-1. Саров перенял инициативу только к концу второго периода, забросив шайбу в ворота противника за три минуты до перерыва. В перерыве посидели, тренер объяснил, указал на ошибки. Вышли, забили, повели. В третьем периоде уже отстаивали, играли по счету. Пытались меньше удаляться, но обидное удаление. Команда выставила, пятиминутный штраф вытерпела. Я думаю, за это отблагодарил нас, забили третью, ну и четвертую в пустые уже. В конце третьего периода вратаря команды «Старт» заменили на шестого полевого игрока. На последней минуте игры Саров забил шайбу в пустые ворота. Счет игры 4-1. Старту в эту субботу пришлось непросто, поскольку играли они неполным составом. Мы в регулярке заняли второе место после вачи. Но опять же скажу, что собираемся все, более-менее играем. Сегодня у нас нет студента, пашки одного. Все, уже тяжелее, уже нет полного комплекса по двух пятерок. Не хватило. Реализация, конечно, в первую очередь, я считаю, и силенок. Много момента создали, не могли забить, они очень здорово сыграл вратарь. С каждой минуты чемпионата трибуны реагируют на ход матча все ярче и эмоциональней. Полуфинал держал зрителей в напряжении на протяжении всей игры. Очень быстрые атаки проходят, да, быстрые атаки. Атака на атаку отвечает. Ребята борются, могут, конечно, прибавить, но что-то пока не очень рассмотрится. Ну, выигрываем, слава богу. Наши парни играют великолепно. Конечно, ждем выигрыша. Полеем за свои. Счет серии 1-1. В воскресенье Саров встретился со своим постоянным соперником на выезде. Эта игра определила финалиста чемпионата. Старт Аншаева – это наш излюбленный соперник в стадии этой полуфинальной. То есть мы уже третий год подряд с ними играем. Второй год подряд 1-1. Посмотрим. В том году они были сильнее. Посмотрим, что в этом году будет. По итогу встречи в финал вышла команда «Старт». Саров теперь будет бороться за третье место чемпионата 11 апреля с командой «Спартак» Тумботина. Ее он примет на своем льду. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.